Вечер добрый. Вы слушаете свое радио. Начало недели. Понедельник, неделя короткая, кстати сказать, потом праздники длинные. Так у нас бывает, и этому дико радуются люди, тем почти потеплело. Сейчас стало на улице похоже уже на весну. Чем дальше, тем ближе мы, в общем, к лету приближаемся. Сегодня здесь группа, особо которую представлять нет смысла, но традиция есть традиция. Познакомлю вас с ними поименно, сразу после того, как они сыграют свое первое произведение. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. Птицы, вы мои раненые, стихи, вы мои едкие. Тесно вам, а да под небушком, охотники полят, да все меткие. Запустил я вас, стаи нерованую, запустил я вас, думай, печальною. И слетели свои в песню-то злонокую, и упали тоской изначально на ее. А нынче на дворе да не окошко. Нынче не до песни веселенькой, соберусь, да и пойду по дороженнике. Искать цвет ясного солнышка, когда свела калина красная. Мы наливали красное, и проследилось ясное, когда свела калина красная. Искать цвет ясная, и проследилось ясное, и проследилось ясное, как и прятаешь, да и овоё. Птицы в моей раненой стихе, в моей едке Птицы в моей раненой стихе, в моей едке Птицы в моей раненой стихе Птицы в моей раненой стихе Ну вот, собственно, группа ключевая здесь сегодня И мы этому безмерно рады, просто потому что ребята замечательные Знакомы вы, я полагаю, с их творчеством достаточно плотно Потому что как только песня звучала, народ стал в группе ВКонтакте писать Вот и сразу шок Шевенко Наизусть знают и поют, и слава богу, эти песни стали давно уже хитами своего радио Давайте так, я представляю человека, человек подходит к микрофону, если даже он от него далеко Максим Иршков, вокал, гитара Присутствует, здравствуйте Ну у тебя микрофон близко, слава богу Кто еще поближе? Юрий Иванов, бас? Я здесь Теперь придется к гитаристу Григорию Завальному подойти к микрофону, ну хотя бы раз за эфир Здравствуйте 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 Ну и человек с пингвином, у которого микрофон свой собственный, свой личный Максим Дивидов, барабаны Всем привет Ну тут же убрал микрофон То есть он этим хочет сказать, что больше разговаривать он сегодня не будет, как я понимаю Очень лаконично Поэтому особо далеко от себя его не отодвигай Итак, группа ключевая Я еще раз напомню, что два часа времени у нас с вами есть И эти два часа мы, конечно, проведем с пользой Как с нами связываться? 46-47, это короткий номер для смс-к ваших Сначала пишите свои, пробельчика А дальше уже все, что хотели бы адресовать коллективу Это могут быть вопросы или просто эмоции, впечатления Делитесь всем, что у вас накопилось Группа ВКонтакте, это официальная группа своего радио Там тоже все просто Вы видите анонс, фотография коллектива И в самом анонсе название коллектива выделено синим Это значит активная ссылка, кликая на которую вы оказываетесь у них в сообществе Это тоже важно, потому что там в сообществе всякая информация на предмет поездок, гастролей, туров То бишь новых альбомов, клипов Кстати, есть смысл об этом тоже сегодня поговорить В общем, будете получать информацию в первую очередь Это очень важно Можно видеть все, что в студии происходит Это достаточно красиво, кстати У нас здесь хорошо Зайдите на сайт своего радио, своерадио.фм Там сверху вы увидите плеер Слева в плеере онлайн аудио Это чтобы слышать онлайн видео Справа Кликая на кнопочку онлайн видео, она с синим кружочком Вы тут же оказываетесь в картинке Картинку нам представляет Планета Ру Спасибо большое Ну и помимо всего прочего красивого Там есть еще и чат, в котором также можно Вот, например, Рома Усольцев там пишет Слышал в эфире, нравилось А теперь в живых Круто Я анонсы не видел, пишет Рома Для него сегодня сюрприз Привет, Рома Кто сегодня в программе Ну что, все коннектные возможности И, собственно говоря, вероятные вариации Того, как с нами связываются, я назвал А теперь можно уже подступиться и к разговору С чем пришли? Пришли к вам, как всегда, с радостью Спасибо Пришли с радостью У нас, ну, собственно говоря, как обычно Происходят какие-то изменения по ходу действия Вот новый музыкант в составе Ты себя имеешь? Нет, ну я-то куда бы Я-то уже, уже и не помню, как все начиналось Ну, это Григорий Мишин Григорий, Григорий Завальный Который известен всем по работе в группе «Возвращение» Вот когда-то работал там, теперь работает у нас Забавно Песня «Премьерная группа «Возвращение»» пошла в эфир буквально на прошлый год А мы заметили? Удивительное стечение обстоятельств Причем ведь никто ни с кем не договаривался У нас все так как-то происходит неожиданно, интуитивно Вот такая интуитивная радиостанция, которая чувствует своих музыкантов Это всегда приятно, как мне думается Ну, замечательно С одной стороны, я понимаю, что это обновление влело новую кровь в коллектив Может быть новые идеи какие-то Есть такое Новые позиции музыкальные Есть такое Материал новый когда будет? Материал новый готовим Вот сейчас у нас здесь сегодня присутствует наш замечательный Сережа Дебальский У нас все зависит от Сергея Сергеевича Да, сегодня, кстати, за пультом режиссерским Сергея Дебальский Рекомендую поаплодировать Со звуком Ну, впрочем, как и всегда Все в порядке Сережа покрылся краской почему-то Ты белый Нет, на самом деле я теперь переживаю Он тут недавно в больничку загремел Да, Сережа И теперь, когда я вижу покрывшегося его краской Я начинаю за тонометром Мне хочется сбегать, померить давление Все ли в порядке, Сережа? Ты так себя держи в руках, пожалуйста Если вдруг что, сигнализируй Да, каким-то образом Андрей Архипов пишет Внимание Мать моя, женщина-папа-мужчина С первого трека ввели в транс А мне еще чемодан собирать И как теперь должен это делать? Буду два часа торчать у компа И смотреть, слушать, писать, читать В Питер поеду в том, что есть Привет всем своим живым Хорошего вечера Всем с уважением Андрей Архипов Здорово, Андрей Надо петь дальше Да, поем Поем песню так и только С альбома «Всем фронтам» Датированным 2009 годом Как всегда, живой звук В программе живые Здесь сегодня ключевая Поехали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, так, так и только Так, так, так и только Просто и волшебно Сильно и душевно Распахните окна Распахните окна Это все надолго Это все надолго Мы влетаем прямо В твое сердце Опускаемся Всем волшебным опухам На ладонях Не вмещаемся Так мечтается Ночи темные Очень ясные Шепота! А теперь все вместе Непременно вместе Будем пить Есть мы Неизменно Есть мы Распахните окна Распахните окна Распахните окна Мы пришли надолго Мы пришли надолго И влетаем прямо В твое сердце Опускаемся Всем волшебным опухам на ладонях Не вмещаемся Хорошо, очень хорошо Слушай, вот если, допустим, сейчас немножко отмотать назад, ну чуточку совсем Группа с 97-го года, по-моему Так точно Вот если отмотать чуточку назад игрушки из Египта, вот это вспоминая, вот те времена еще Да, да, 94-95 95-е, еще до появления Ключевой Да, до Ты тогда думал, ну скажем, не то чтобы о славе, а о некоторой известности в музыкальных кругах Или, что называется, занимался музыкой, как пойдет, так и пойдет Нет, тогда у меня голова была забита моими театральными опытами И там не до этого Там, если об этом начнешь думать, уж вы-то знаете прекрасно Там очень быстро это выбивают В общем, очень жестокими методами Там побегаешь несколько кружочков вокруг себя Почитаешь сценическую речь на ночь так, чтобы отлетал текст, например, того же самого Башлачева Да так, чтобы ты еще с интонацией попадал во все буквы, которые ты не умеешь произносить Потому что ты вырос в фон Москве И тебя в школе этому не учили никак вообще абсолютно И вот ты пришел, и ты жаждешь славы Посиди, пожалуйста, подумай, вот как это достается и вообще что это И с какой позиции к ней подходить Вот хорошо, что мы об этом заговорили сейчас Я что-то надеялся на самом деле, ты меня как почувствовал Расскажи о своих театральных опытах, пожалуйста Это было замечательно Все дело в том, что у нас был экспериментальный курс Нас загнали с 1 сентября Мы поступили такие холененькие Приехавшие из разных городов в костюмчиках Нас 1 сентября привезли в театр Арендованная площадка на 4 года нашего обучения специально под нас Это было на проспекте Вернацкого В общежитии МГУ Пристройка к нему И нам сказали, ребята, вот вам пространство Стройте, стройте и варите здесь Педагоги будут к вам сюда приезжать И мы такие, опа, с первого дня у нас были занятия до 9 вечера Нам сказали, ребята, у вас есть личная жизнь? Мы, да Конечно, есть Забудьте, дорогие друзья Вы попали в такое пространство, где надо работать над собой прежде всего А уже потом что-то там вытворять Вот, и мы варились в этом Сначала у нас... Что заканчивало, расскажи Это МГУКИ, но с удивительными преподавателями Университет культуры Да, университет культуры Но весь мой курс практически без исключения Кроме меня Я ушел в музыку А ребята все на местах И на местах очень значимых Кто-то работает на телевидении продюсером передач Руслан Маликов наш замечательный Работает практически человеком, ставящим в театре наций Я везде вижу его Да, в театре ДОК Да? Практика Театр практика Самый интересный театр ты называешь? Да, 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 и он еще и теперь преподает В Воронежской академии театрального искусства Он ведет свой курс В общем, все ребята как-то в профессии все не потерялись Это слава богу Нас немного закончило Поступило 30, закончило 16 Это нормально Было очень большое Половина курса Даже хорошо еще один мог Свалить по пути Где-то полкурса обычно Да, и все где-то началось с Шекспира Все самое интересное началось со второго курса С Шекспира Ну и, соответственно, так и продолжалось Сейчас вспоминаю тоже свои годы учебы в театральном Это, конечно, надо было видеть Особенно первый-второй год Там ты как-то уж привыкаешь Но первый-второй курс Небритые, растрепанные С мешками под глазами Сизюливые практически Потому что действительно Сизюливые Сизюливые, да Потому что спать некогда Жить некогда Какая любовь Какие отношения Какая еда Мы еду видели только на картинках Которыми пользовались иногда Семен, хочу ноту Бенов ставить У тебя же наверняка было такое понятие Как творческий полукруг Вокруг преподавательского состава Естественно Так вот я умудрялся, садившись с краю Успеть выспаться Пока она идет глазами Наша преподавательница От меня Назад и ко мне опять Ты не одинок в этом плане Ты не одинок И мне хватало Ты знаешь, у меня были другие Прибамбасы Когда мы показывали этюды Сейчас мы вспоминаем театральное прошлое Показывали этюды Я всегда говорил Можно я буду последний? Так У меня она говорила Или он, педагог, говорил А почему так? Я говорю, ну мне надо там еще подумать Обдумать А педагоги все уже убедились К тому моменту Что я глубокомысленно Глубоко копаю всегда Пьесы и те, собственно говоря Куски, которые мы ставили Поэтому я знал, что Если там нас было 15 человек У нас несколько меньше был состав По количеству Я знал, что это примерно Где-то так с полтора часа Я ставил себе будильничек Шел в соседнюю коптер Час-двадцать Глубокомысленно Глубокомысленно возвращался назад И вот он, я со своим этюдом И вот тебе здрасте Так что все то же самое Прекрасно Ничего нового Да Значит, смотри Радмила Модна Это наша слушательница Одна из наших слушательниц С Украины Пишет вот, что С гуртом ключевая Я познавималась в связи Одней милой Людыни За что ему величезно Дякую Он реально классный Спасибо большое Ну, то есть ты понимаешь Я понимаю Замечательно То есть вот познакомили ее С вами Познакомил кто-то В свое время Милый человек Какой-то Вот, и с тех пор Она вас любит Мы были в Украине С гастролями Когда? Это был, по-моему Десятый, да, Юрий Валерьевич? Какой год был? Ну, то есть до всего Вот этого бедлама Десятый Да, до, до, конечно Ну, до того Много чего интересного Каталось туда-сюда И концерты И спектакли И много-много Да, да Сейчас как-то Понятное дело Хотел бы, чтобы все Быстрее закончилось И можно было нормально жить Дальше 4647 Это короткий номер для СМС К ваших сначала Пишите свои Пробел Дальше ваше сообщение Если иметь в виду СМС-портал Вот Афоня пишет Но это не СМС-ка Это в чате Вот впервые услышала Эту группу На нашем радио Еще в программе Живые Вообще не восприняла А привыкнув В эфире к песням Уже на своем Уже с удовольствием Слушаю сейчас А все зависит от сетки Все зависит от того Как крутится песня Так вот Я этим сообщением Подчеркиваю ту мысль Которую несу Уже в мир достаточно давно Культуру Надо насаждать Абсолютно И если Что-то вам сразу Показалось не вашим Или не понравилось Это не значит Что это плохо Просто вы возможно К этому не привыкли Когда это становится нормой Для вас И в постоянном фоновом режиме Где-то рядышком звучит То вы вдруг Неожиданно обращаете внимание На то что это хорошо Черт возьми Это талантливо Это интересно Это любопытно Особенно когда речь идет о том Что играется в живую Да Когда по-честному Есть шансы Петь будем? Будем Чего будем петь? Мы споем песню Посвященную Славному Героическому городу Ленинград И всех поздравляем С наступающим Праздником Победы Великой Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Ключевая Поехали Прочь все варианты отхода К решетки Режет гранит и фонтанки Прочь все варианты отхода Прочь все варианты отхода Там львы горделивые Вымерзли Под летом Играющим в прятки Исчезли лучи Тюльпаны В глазах Молодой Ленинградки Там мчит грузовик Захуталый В четыре Микрорайона Окно Сонавесь Одеялом Прочь все Варианты отхода Прочь все Варианты отхода Прочь все Варианты отхода Когда мы друг друга дождемся Когда не нужны будут письма Всем сердцем к ладоням прижмемся Уже никогда не простимся ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Трогает мощная композиция, пишет Денин Журавлев. Ну, в общем, в принципе... Спасибо, Денис. Мне очень понравилось сообщение от Светы Ци, так и назовется. Гитарист новый так нормально утяжелил ключевую. Света, спасибо, он старается. Ему сейчас очень нелегко, и мы его все поддерживаем. Активно причем. Активно поддерживаем. Вот удивительное сообщение пришло сейчас от Дениса Журавлева. С одной стороны, вроде бы, все хорошо, с другой стороны, я хочу понять финал. Может быть, я чего-то не знаю. Хорошие тексты пишет Денис, хорошая музыка. Голос просто вдалбливает смысл текста в голову. Творчество замечательное. Я рад, что сегодня познакомлюсь с их творчеством поближе. Как только буду в Волгограде, приеду 100%. Не-не-не, ничего, я так просто, ты... Подъезжайте. В Волгоград. Как только, может быть, мы будем в Волгограде. Нет? А, возможно. А он из Волгограда, наверное. Он из Волгограда. Возможно, да. Славному городу привет. Возможно. И поклон героическому. Возможно, буква Т не пробилась. Да, тогда как только будут в Волгограде, подъеду на 100%. Давай тогда рассказывай, куда вы планируете ехать. Мы планируем сейчас у нас... Уточняется дата города Брянск. С концертом. Вот, ведем переговоры. Если зайти в ключевую группу ВКонтакте, там вся информация появляется. Мы там тут же все оповестим. А самый глобальный выезд у нас грядет в мае 24-го числа. Мы выступаем на 55-летие Александра Башлачева в Ледовом дворце. Это большой концерт «Время колокольчиков», который проводит, значит, город. И там будет, помимо нас, очень много интересных коллективов. Это Сашин день тот, который. Это не Сашин день. Нет? Сашин день делает Света Кунина. Кунина, да. Да, а это делает мэрия. Они там как-то не договорились. Вот. И мы участвуем во времени колокольчиков. Нас позвали. Где-то спасибо огромной семье Александра Николаевича за project. Ну, то есть мы там выступим вместе с «Калиновым мостом», вместе с «Чижом», вместе с «Пилотом» и вместе с группой «Крематорий». Вот такой будет там состав. И с «Ургановой». Да, и с «Ургановой». Потому как люди... Вот, Ирина Титова пишет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, забыла про эфир. Всем привет. Шакшенко уже была? Была. Была, Ириш. Так что вы уж, к сожалению, действительно припоздали. Но сегодня будет масса других красивых песен. Да, и одна премьера будет сегодня. Абсолютная. Вот абсолютная премьера. Да, абсолютно. Вот совершенно. Мы же всегда готовим. Всегда. Да, ну всегда. Дайте Бог здоровья. Это как без подарков. Детей тебе, кормящих тебя на всю оставшуюся жизнь. Женщину, которая с тобой до последнего дня. Есть, есть. Дайте Бог здоровья. Присутствует. Я к тому, что дайте Бог здоровья. Всегда на долгие годы. А по поводу Шукшинки надо сказать, вспоминая классиков, в записи пойдете. Пойдет в записи. Ну нет, она в ротоциты есть. Конечно. Я имею в виду сегодняшнее исполнение. Можно же будет послушать. Да, естественно. И послушать, посмотреть заново. Естественно. Так, прежде чем вы следующую песню споете, я вот что хочу, вдруг, не знаю, пришла мысль коснуться этой темы. Ну, с одной стороны, мы говорим о том, что новое всегда, творческий человек всегда стремится к чему-то новому. Новое всегда изнутри дает человеку возможность чувствовать себя живым и настоящим, если он может сочинять, может созидать, если он может придумывать что-то новое. Это в любом случае. Вот я, например, радуюсь и горжусь тем, что, ну, надеюсь, после майских это удастся как раз, как раз и удастся запущу в ротацию еще достаточно большое количество новых для аудитории своего радио, молодых и уже не очень, но крайне интересных музыкальных коллективов. Я готовлю этот пакет, ну, не знаю, как драгоценность какую-то. Я понимаю, что я, когда это, извините за слово, пульну в эфир, реакция будет аудитории определенным образом все равно будет, она будет, потому что это масса, это сейчас я сразу, я колюсь сейчас, да, это масса, ну, допустим, группа «Психея», если я скажу сейчас, да, те, кто знает этот коллектив, уже начинают потихонечку сглатывать слюну. Это все меня лично очень внутренне очень сильно поддерживает. Музыкант, творец, тоже сочиняя что-то новое, всякий раз радуется тому, что это новое в нем живет. А вот если вдруг наступает момент ступора, ну, такое же бывает, когда день за днем, день за днем, день за днем, как у Урьевского, день за днем, день за днем, а ничего нового не приходит, ну, вот как-то вот не рождается ничего нового, и заставляешь себя сесть, взять в руки, не знаю, лист, бумагу или компьютер, как ты это пишешь, я же не знаю, как ты привык, и ничего все не прет, или прет, но не то. Ты перечитываешь секции, думаешь, да что, зараза какая, ни туда, ни сюда, надо пойти как-то отвлечься. Как отвлекаешься от нескладывающегося, возможно, с музой контакта, и бывают ли такие моменты, когда надолго муза тебя покидает? Я живой абсолютно человек, поэтому бывает. Как справляешься? Я научился ловить это состояние, я сразу все откладываю, то есть я не пытаюсь из себя выдавливать, я откладываю, занимаюсь какими-то совершенно другими посторонними бытовыми делами, могу куда-нибудь съездить, могу куда-нибудь сходить. Слава Богу, моя супруга, она не оставляет меня без внимания тоже, и у нее очень много интересного происходит. Что значит, секунду? Ну, она меня берет на выставки, например, она меня берет на концерты, она берет... Ну, то есть меня надо в этом вопросе немножечко... Тебе надо брать. Я домосед, я сижу, у меня самое большое пристрастие помимо музыки, это приготовление еды. Я могу посвящать этому весь день, могу посвящать следующий, и могу посвящать... Одному маленькому пельменю посвящаешь весь день? А я пельмени еще не научился делать. У меня запеканки фирменные, всякое мясево, всякие тушеные овощи, всякие супчики и всякие еще колдовские штуки, типа запеченных штучек, кусочек, всяких штучек. Вот зачем ты сейчас ночью-то вот это все? Принесите, принесите. Глотну, подожди. То есть получается так, я тебя правильно понимаю, когда наступает некий ступор, ну, это естественный процесс, ты живой человек, ты об этом сказал уже. Ты идешь на кухню, ну, условно, я сейчас тебе рисую эту картину, ты проснулся утром, понимаешь, не прет. Идешь на кухню, берешь противень, я уже не знаю, как-то. Ну, например. Фигачишь мясо, а, еще ешь на рынок предварительно, заставляешь себя пойти купить мясо, например. Допустим. Заготовить все это хозяйство. А жена в это время занимается своим делом. Да, она носится у меня. То есть она понимает, раз ты взял в руки мясо и нож, это значит, все, ты занимаешься хозяйством. Я сразу, да. Ага, ага. Лучше не подходить. Ну, да. Там это творчество, ведь. Это творчество. О, как я тебя понимаю. Я там, да, такое там. И ты дальше уже изобретаешь, что-то придумываешь. Придумываю, да. Очень радуюсь, когда получается. Как ребенок я радуюсь. Особенно, если я что-то подглядел на телеканале «Еда». Хороший канал. Да, очень. Я там, у меня есть пара любимых поваров. Один, значит, там, готовит все со сливочным маслом. Там есть американец, один очень любопытный. Любопытный американец есть, да. Не помню, как зовут его. Я тоже не помню. Но он любопытно готовит. Они тоже с большим добавлением всякого холестерина готовят. Но невозможно оторваться. Я смотрю, как кошка у нас смотрит программу «Время». Я смотрю вот это. И сейчас аудитория своего радио, слушатели программы «Живые» срочно пошли к холодильнику. Ну, перекусить, да, сосисочку можно, да. Сосисочку, да. Ее еще сварить надо, сосисочку-то. Ну, в общем, вы надолго не отвлекаетесь. Понятное дело, что мы сейчас рисковым путем пошли с Максом, просто потому что начали говорить о еге. Ну, у нас есть, да. Да, ну и народ теперь, я думаю, сглатывает там. Издеваетесь? Издеваетесь. Пишет Денис. У всех потекло в эфире. Заканчиваете уже про еду, Денис Мальт. Ну, я понимаю, да. В общем, наверное, хватит действительно про еду. Ну, в общем, это один из путей, которым ты идешь для того, чтобы избавиться или, как бы сказать... Или то, что подталкивает впоследствии меня как-то открыть какие-то, да, в себе дополнительные ресурсы и настроить себя правильно. Помогает? Абсолютно точно. А сам процесс, как в том анекдоте, да, детей пятеро, у меня не потому что детей люблю, а сам процесс интересен. Да. Да, так вот, сам процесс приготовления заставляет потом выйти из этого ступора или прием пищи, когда садишься и видишь, что все вокруг довольны, супруга довольна. Прием пищи, да, когда друзья довольны, когда друзья хвалят. Это вообще прекрасно. Конечно, сам процесс, он более захватывающий, но по сравнению уже когда ты... А еще ты же надышался этим всем. Ну, да. И аппетита уже как такового у повара нет. Он вложил уже всю душу. Ой, ну да. Ну да. А ты, кстати, пробуешь, когда готовишь? Да, но я не могу устоять. Вот, видишь, как. На разных этапах. Я просто... Подожди, Юля, я закончу. Хорош, ребята. Я сейчас закончу. Я просто вспомнил историю одного повара, который пришел к врачу с вопросом, я, конечно, повар, но я ничего не ем. Я вот сколько лет работаю, я как нормальный человек буквально там сел за стол со всеми, салатику поклевал и есть не хочу. Но поправляюсь и поправляюсь, поправляюсь и поправляюсь. Что я такой огромный? Ну и решили проверить, как это все у него происходит. Ну, человек готовит, он готовит в большом ресторане, где много-много людей. Каждый раз он готовит, например, к блюду, ложечку попробовал. Его попросили, ты вот сколько в рот кинул, столько в ведро сливай. В итоге к концу дня ведро. Но ничего не ест при этом и все время поправляет. Что автоматический процесс. Так что ты особо аккуратен с пробованием. Да, да, да. Стараюсь. Что дальше? Роль ребер, такая композиция звучит. Я тебе сейчас скажу, народ начнет кричать ура, просто потому что это один из хитов. Песня одна из хитовых песен эфира своего радио. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Здесь сегодня «Ключевая». Погнали. Лошадь ерьяная, кровь колоколится к ночи, упрямая, только расходится бухта. Рассветное солнце плескается в стаи отпущенной. Жизнь разлетается. Где ты, мой человек? И как дожить мне до утра? Ветер один за всех Вносит у нас под парусом Петера. Сбился я со счета, но дай ночи Запомню я номер. Ты защищала меня, ты исполняла. Таллинт про Таллинок, сны не сбываются. Только в твоих глазах Тихо блескается небо, Прикрытое звездным конвейером. А ты Забери с собой быстро Немедленно газеты Мой человек И как дожить мне до утра? Ветер один за всех Уносит у нас под парусом Петера. Сбился я со счета, но дай ночи Запомню я номер. Ты защищала меня, ты исполняла. Эту роль, ребер Сбился я со счета, но дай ночи Запомню я номер. Ты защищала меня, ты исполняла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где ты, мой человек? Когда дожить мне до утра? Ветер один за всех Уносит у нас под парусом Петера. Где ты, мой человек? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ветер один за всех ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С каким же удовольствием Григорий Струны перебирает, я скажу? У него на лице такое счастье неподдельное. Ему веришь. Да вообще вам всем веришь, правда. Одна из немногих групп, глядя на которую, я имею в виду на лица во время исполнения песен, веришь тому, что они проживают все это. По-настоящему проживают. Серьезно, без дураков. Здесь в чате, который у нас на сайте своярадио.фм, товарищ Крам, так зовут человек Крам, пишет вот что, класс! Музыка просто помогает жить. Слушаю вас в первый раз. Спасибо. А эфир живых смотрю первый раз в прямой трансляции. Очень интересная музыка, жизнеутверждающая. Так держать привет группе из Украины. Спасибо, ребята, держитесь там. Да, я тоже всякий раз говорю, прошу их держаться, потому что всяко-разно жизнь так и так встанет на свои нормальные рельсы. Конечно. Надо остаться при этом человеком. Вот что важно. Светоцы пишут, браво, Григорий. Все, Света влюбленная, мне кажется, ваша... Светочка, спасибо большое. Браво, Григорий. Нормальный Григорий, отличный Константин. Помнишь, да? Наверняка тебе это всякий раз преследует уже многие годы. 46-47. Короткий номер для СМС-ок ваших. Вот здесь сначала свои пробелы, потом дальше сообщения. Парни, привет. А вы успели вернуть Бажетонбай с проигрышем Виктора с уважением Кипо де Торо? Кипо, здравствуй, дорогой. Да, вернули, Дима. Конечно, твое замечание. Как мы его можем не учесть? А кто это? Ну-ка расскажи, пожалуйста. Это Юра расскажет подробнее. Кипо де Торо. Это кто это? Наш друг. Друг мой персональный и друг группы уже несколько лет. Он музыкант? Нет, он не музыкант, но нас слушает уже довольно давно. Постоянно ходит на концерты. Кстати, один из немногих, кто ходит постоянно практически на концерты. И за это мы ему очень благодарны. И Дима постоянно в майке в нашей. Да. Вот это ему тоже большое за это спасибо. Он в майке ключевая ходит на концерты. А вот сейчас, ну, наконец-то я встретил на пути человека, который ходит каждый концерт посещая. Часто вы даете концерты? Сейчас. Хорошо, это по-другому вопрос. Не-не. Как часто он бывает на концерты группы ключевая за год? Ну, он практически на всех московских. 90% если говорить в относительном, если в абсолютном, ну, не знаю. Концертов 15 посещают. В Москве, в Москве. Это чаще всего песни-то, вы же не каждый месяц пишете новые песни, правда? Да. Материал тот же. Ну, практически. Хотя мы стараемся менять. Ну, старались. Спасибо. Как его зовут, Дима? Дима. Дмитрий, у меня к вам будет личный вопрос. Надеюсь, вы смс-чкой ответите. Мне всегда было интересно посмотреть и познакомиться лично с человеком, который вот настолько привязан к музыкальному коллективу, даже к самому хорошему, неважно, что готов ежемесячно, сколько группа не давала концертов, приходить и слушать их музыку вживую, да, всякий раз. Неужели? Он же наизусть знает все песни, наверняка. Он уже часть команды, по сути дела, да? Он уже не может ничего нового найти. Я всякий раз Диму не хочу обидеть, боже упаси. Но вот люди, которые привязаны к коллективам таким образом, они мне напоминают женщину, которая смотрит порно для того, чтобы понять, поженится в конце или нет. Так самое интересное, она же знает, что чем это кончится, но все равно надеется. А вдруг что-то изменится, ты понимаешь? Мне всегда интересно, вот человек, который столько времени отдает группе, постоянно ходит на концерты, ничего старается не пропускать, что это за любовь такая, что это за состояние такое, что это за зомбированность какая-то внутренняя? Можно я попробую хотя бы немножечко намекнуть и порассуждать, на что он может, собственно говоря. Мне кажется, он надеется, приходя на концерты, испытать состояние, в которое он попал на нашем первом выступлении, какого-то единения, что мы, собственно говоря, всегда несем и пропагандируем на наших концертах. Это единение с публикой, это общение практически на «ты», и это всегда, ну, по возможности, как мы можем, всегда на эмоции всегда. Ну, то есть рок-н-ролл, да? И он, наверное, хочет это испытать вновь и вновь. Это интересно очень. Это же не так много времени занимает, приехать, уделить вечер один, там, раз в месяц, допустим. Можно аналогию провести с хорошим вином. Если вы пьете часто, ну, достаточно часто, то почему оно должно вам надоесть? Нет, ну, хорошее вино слишком часто пить тоже, мне кажется, не совсем правильно. Алкоголизм может прийти. Да, но мы не играем так часто. Ты понимаешь. Не-не-не, а я сейчас про вино. Если оно хорошее и вкусное, и ты к нему начинаешь потихонечку привыкать и привязываться, у этого финал, может быть, очень не ахти. Во всем важна мера. Вот она вот мера. Вот эту меру бы найти. Любопытное очень поздравление или приветствие, скажем. Привет Максу и остальным ребятам от Мальгина, Константина. Костя, привет. Отдельный привет Сереге Дебальскому. Спасибо, что вы есть. А кто это? Это наш друг, наш... Он тоже ходит на все ваши концерты? Нет, Костя был, по-моему, только один раз. Он был на концерте в почившем клубе «Б-2». За все годы был один раз? Но мы недавно знакомы. Это скорее друг Сергея Сергеевича Дебальского, а уже через это стал и нашим другом. Так, Константин, тогда... И Костя писал гитару, кстати, он гитарист. Он писал гитару в нашу песню «Двина», которую мы сегодня обязательно исполняем. Я понял. Тогда у меня теперь вопрос к Константину. Константин, в отличие от Дмитрия, который ходит на все концерты группы «Ключевая», вы были на концерте один раз. Это же хорошее вино. Какого лешего вы, собственно, не употребляете его почаще? Почему один раз пришли и забыли? Надо чаще ходить на концерты. Я подозреваю, что Константин занят очень сильно своим творчеством. Вот они две крайности. Что мы будем петь дальше? Мы сейчас споем песню, которая называется «Самострел». Она войдет в новую пластинку, которую мы, дай бог, скоро запишем. Подожди, подожди, это новая песня? Это новая песня, но в предыдущей программе на другой радиостанции мы ее пели. Вот я помню, название мне знакомо. Да, в живых мы ее исполняли. А я же просто сказал, что будет сегодня песня совсем новая, я поэтому уже так напрягся. Это попозже, на финальчик. Хорошо. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня ключевая. Поехали. Мне не дождаться этой ночи Я так умело обесточен Но согревая пряный воздух Я летел Размав границы всей удачи Переключая передачи Горящим дулом Прижигая самострел И ведь сегодня уже можно Все не скрывать, и это точно Без пары фраз ее величество, любовь А хоть и красные чернила Что я так сильно полюбила Я наливаю прямо в сердце Вновь и вновь Подлито масло, лед проснулся Горящим небом покачнулся Ты пристегнись так лучше Слышь, на что я спел И дай хоть подышу спокойно Я накричался, мне довольно И пусть погаснет в пьяных звездах Самострел 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 Мне не дождаться этой ночи Я так умело обесточен Мне не дождаться этой ночи — Нервная такая песня. — А про песни я помню, что наталкило. — Ну, я уже понял. — А про песни... — Мясо, фарш, запеканка — это вызывает. — Да, но и это тоже. Ведь мы никогда не знаем, где мы найдём крючок, где мы найдём зацепку. Что-то, видимо, сидело такое очень на излёт, на отрыв, и готово было выплеснуться. И выплеснулось в такую, значит, композицию, которая, в общем-то, бесприпевная. В ней как-то всё так сказано, что припев туда лепить даже и не хочется. Ну, в общем, она вот такая, гитарно-рифовая вещь. — Рискуешь. — Почему? — А потому что программные директора «ФМ-радиостанции» песен без припевов в эфир не берут. — Вот о чём я меньше всего думаю при написании песен. — Дай тебе Бог здоровья. — Потому что своё радио на это дело не смотрят. — И слава Богу, я это заметил. Я слушаю эфир. — Не один ты? — Да, и слава Богу. И дай Бог вам здоровья, дорогие. — Спасибо вам также. Ну как же вы-то... Вам здоровья. У вас бы не было, какой смысл был бы в радиостанции. Кстати, сегодня знаменательная дата, между прочим. Причём удивительное сочетание одной цифры с другой. 26 октября 2014 года. Это было воскресенье. У нас в эфире некоторое количество групп. В первый раз здесь, в этой студии, сыграло Живаго. Таким образом мы ознаменовали начало вещания. А 27 октября, это был понедельник, мы официально, что называется, заявили о том, что мы пошли в эфир. Так вот, сегодня 27 апреля. Сегодня ровно полгода. — Ура! — Радио осталось всё своё радио. И это полугодие мы отмечаем с группой «Ключевая». — Ой, какая честь. Спасибо, ребята. — Какая же прелесть. — Ура. — И ещё один знаменательный момент. С недавних пор Серёжа Дебальский, звукорежиссёр группы «Ключевая», является и нашим штатным звукорежиссёром. Тоже недавно это случилось, и мы этому чрезвычайно рады. И вот сегодня как раз та самая история полугодия. Ну да, и Серёжа здесь живой-здоровый, слава богу. — Серёге аплодисментов. — Спасибо, Серёга. — Он теперь не ест чеснок, и дай ему Бог здоровья. — Спасибо, Серёга, что пролоббировал нас тут. — Да. — Спасибо, Серёга. — Юра, что ты сейчас сказал? Ну что, вот зачем такие инсинуации здесь в эфире разводить? 46-47 — это короткий номер для СМС. К ваших сначала свои пишите, потом уже, естественно, пробел и ваше соображение. Созрел вопрос к Максиму. А, кстати, кстати, я тебе скажу, у Григория ещё поклонницы появляются. — Ого. — Да, Рина Титова пишет, включила видео, поняла свету. У вас прекрасный Григорий, большой ему привет. — Угу. — Звезда коллектива. — Григорий. — Григорий. — Гитарист. Да, Саша пишет, вопрос созрел к Максиму. — Расскажи, пожалуйста, каков твой распорядок дня перед концертом? Большим. Нужно ли как-то готовиться, настраиваться? Или день не отличается от остальных? — Ну, этот день, он выделяется из остальных тем, что я просыпаюсь невероятно счастливым человеком и знаю, что сегодня вечером мне предстоит общение со зрителем. Я это действительно очень сильно люблю. Это без всякого такого, знаете, кокетства, без всяких таких заискиваний перед зрителем. Ну, знаете, как некоторые любят очень сильно. Нет, ни в коем случае. Просто этот день, он весь проходит в подготовке, в мыслях, в прокрутке, в каких-то моментах. То есть, как правило, я в эти дни занимаюсь списком приглашённых всегда. Как правило, в этот день обо мне очень много друзей вспоминают. — Как на свадьбе, премиум. — Да-да-да. У меня вот эти дни, они похожи. — Кто графер, кто шафер, кто несёт компот. Ну, в общем, такие штуки, да. Вот. И поэтому этот день, конечно, отличается настроем. Прежде всего, Санечка, он отличается настроем в этот день. Боевым духом его надо не расплескать, донести до вечера. — А что может сбить тебя вот с этого настроя? Может что-то быть, что тебе может помешать? — Может. — Что это? — И не дай бог, если это произойдёт. Несчастье. — Чужое. — Даже чужое, да. Которое я могу очень близко принять к сердцу. Да-да-да, это может быть. — Ну, получается, ты должен в день концерта с самого утра, когда проснулся, вообще закрываться от всех? — Ни в коем случае, нет. — От всех, от всего. — Тут уж как бог даст. Тут надо быть открытым всегда, а там, что сыпется из космоса. — То есть ты фаталист, по сути дела? — Практически, ну, я не очень так, ну, где-то туда, да. — Ну, дай бог, чтобы ничего в дни концертов особенного не мешало. — Так вот самострел-то оттуда. — Самострел-то, да. — Есть часть Макса такая тотальная. — А вот, наконец-то мы вышли на ответ на этот вопрос через одну песню буквально. — Как интересно, да? — То есть что-то случилось, ну, допустим, в день концерта что-то произошло, и вот тут родилась эта песня. — Может и так быть. Я вот, я говорю, я как-то запамятовал, что там было. Но что-то на надрыве было, да. Что-то было такое не очень хорошее. — Понятно. Поменьше нам всем нехорошего и не очень хорошего. Хотелось бы, чтобы радости, счастья, света, оранжевого настроения вокруг было как можно больше. Был сообщение, которое я подметил, сейчас секундочку. Вот, Максим Зверев пишет. О, этот, внимание, я сейчас уберу подложку, подождите, надо слушать. О, этот потрясающий до глубины души голос. Эти глубокомысленные в самом хорошем смысле этого слова тексты. Я долго читаю эту фразу, не мог понять, почему в самом... А бывают глубокомысленные в плохом смысле? Ну, ладно. И все это по-рокерски драйвово. Это и есть группа Ключевая. Вопрос. Максим, работаете ли над голосом? Если да, то как? Если ждать новый студийный альбом, еще ждать ли студийный новый альбом группы Ключевая, с уважением ко всем присутствующим, а слушателей города Домодедово, Максим Зверев. Домодедово поклон. Максу привет большой. Хотя мы не знакомы. Голосом я специально нигде не занимался. Я занимался сценической речью. Я занимался, брал несколько локальных уроков. Они мне дали некий конспект, по которому я могу распеться. А самый замечательный способ, вот какой у меня был сегодня утром. Это пробежка. И после пробежки пробить себе грудную клетку вот таким вот... Вот этим вот. Это очень помогает. Когда дыхание у тебя уже там, у тебя все разгоряченное, глотка, все открыто. Это утро. Ты где-то на свежем воздухе, около Рудика у меня там есть. И я, значит, вот так вот пробил себе сегодня грудинку. И сейчас вот... Я заметил, да. Что ты заметил? Ну ты не... Пробил сегодня грудинку. Это уже ваше личное. Ну то есть там есть какие-то, Макс, там есть какие-то... Некоторые, ну просто все по-разному. Все по-разному. Кто-то любит там 50 граммчиков там чего-нибудь, им открывает связочку. Я знаю таких ребят очень много. Я сам так раньше пользовался. Могу сказать только одно. Это чревато тем, что связку можно потом все равно рвануть. Поэтому надо очень осторожнее быть. Ну, помимо всего прочего, можно и привыкнуть, в конце концов. Да. Потому что без 50 грамм, а потом без 100 уже, в общем, на сцену ты не выходишь. Да, да. И таких примеров я знаю очень много, к сожалению. Да, я стал замечать, вот с тех пор, как я перед концертами вообще ничего не употребляю, я стал замечать, что когда ты не выпиваешь даже 50 грамм, ты все равно, у тебя голос даже иначе звучит. Как только ты выпил чуть-чуть, ты немножечко уже общаешься с собой. Серьезно. И ты немножечко поешь вовнутрь даже. Но есть такая штука. Нет, ну... У всех по-разному. У меня... Все-таки есть ошибка одна, мне кажется, большая и очень серьезная. Ошибка в том, что рок это значит... Ну да, дал и пошел. Это первое. Второе. Человек, который выпил и чувствует себя уже вполне себе... Раскованный. Раскованный. Ему кажется, что он творит чудеса на сцене. Сейчас он мне тут помрет. Соловей просто. А со стороны, ну, раз слушать этого практически невозможно. Обманывает алкоголь, причем обманывает изнутри самого себя. Лучше как-то пробежечкой и пробивать себе грудь. Во-во-во, ну, наш метод. Вот это самый правильный путь. Давайте закончим час чем-нибудь красивым. Давайте сыграем двину. Русскому северу посвящена песня. Как всегда, живой звук в программе. Здесь сегодня ключевая. Погнали. 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 его семью. Он получил свое. Да. Да, да, да. Ну что, что дальше будет? Сейчас мы споем песню «Мира». Перед ней мы хотели сказать вам, дорогие друзья, что у нас в премьерах завтра будет видеоклип на эту песню. Наконец-то он у нас готов. Где, в группе Вольф? В ключевой группе ВКонтакте. Надеюсь на поддержку всех ресурсов и, в общем, всех друзей. Мы поддержим это точно. Да, завтра это все. Прямо с утра, дорогие друзья, ловите такую первую нашу за последнее время. Мы давно клипов не выпускали. Вот такая ласточка завтра вылетит у нас. Вот именно на ту песню, которую будет звучать. На песню «Мира», да, которая сейчас прозвучит. Это тоже песня, кстати, из ротации своего радио. Насекундочку. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Здесь сегодня ключевая. Поехали. Я не знаю, как беду остановить все под Богом. Каждый просто хочет жить, а старуха «Соблизу боя война» лезет в семьи. И границет имена. Будут всходы. Все окнется потом. Наши дети вырастают под огнем, а души взмокли. Не унять слез матерей брата на брата в сводках черных новостей. Эти волки насыщаются бедой Кривотолки Завладели головой Режут парус Всех возвышенных идей Это градус Соль горящих площадей Будет время Обернемся, помолчим Помолиться Будет должно Всем живым рваной раны Сирота сидит весна В каждом доме Где закончилась война Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Лей елеем И раскручивай тиски Каждой шее Вдох ослабленной петли Белым небом Где архангелов Пауки Умоляю Всех спаси Сохрани Всех спаси Сохрани Умоляю ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Хочешь комплимент тебе сделаю от Константина? Так Я знаю, что музыканты не любят таких вещей Но тем не менее Я считаю, что это важная слава Вот Константин в чате на планете Там где картинка пишет Вот что В самом начале Еще не видя происходящего на экране Подумал Калинов мост что ли пригласили Теперь понял Они другие Но не менее классные Пишет Константин Я сейчас глядя в глаза Директору группы Калинов мост Басисту коллектива ключевая Вот что хочу сказать Удивительно все-таки на самом деле В свое время Когда Я познакомился с музыкой ключевой Я же не знал, что ты Играя на басу Уж простите меня филологи Именно на басу говорю В коллективе ключевая Еще являешься директором Как-то у меня сплелось Уже нет Уже нет Ну неважно Какой-то период Ну являлся Какой-то период времени был такой Да Я подумал вдруг А как можно сочетать такие вещи Это же совершенно Невозможно Администратор И еще и музыкант Причем администратор серьезной группы Которая гастролирует Концертирует Масса всего Да Один известный продюсер Сказал, что Быть басистом Одновременно и директором группы Категорически воспрещается Ну я не знаю Воспрещается или нет Но меня это правда удивило Судя по всему Музыка все-таки пересилила Я так понимаю Я бы не сказал Но В общем можно сочетать Можно Можно Но нужен контроль То есть музыка Это одно А администрирование Процесса это другое Это же процесс очень сложный Серьезный Это процесс я бы сказал Почти математический То есть ты должен всех выстроить Вышкалить Ты должен всем сказать Гав А музыка Пардон Процесс творческий Как сочетать одно с другим Ну в музыке тоже надо Иногда выстроить И вышкалить На репетициях мы Добиваемся этого А как же Дисциплина тоже нужна в музыке Музыка и достаточно математична И анархия в музыке Тоже Дело такое Опасное Смотри как все внимательно Сейчас слушают Да что вы говорите Да Юрий Валерьевич Молчать Ах вот у нас как Вот на эту песню Которая только что прозвучала Будет клип Завтра 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 появится Расскажи-то мне Немножечко об этом клипе Кто снимал Кто режиссер Снимал Виталий Житков Наш Стариннейший друг Он уже нам снимал Одно видео Да он снимал На далеко высоко На далеко высоко Его же работа Сейчас он снял На песню мира Получилось Очень здорово На наш вкус и взгляд Вот завтра Ребята посмотрите Человек очень старался Ну если пришлешь мне клипец Да То мы его запостим У нас на сайте Обязательно За премьер А мы его уже привезли Раздел премьера Сюда мы его привезли Уже сегодня Ну я сейчас пока Вот так впихнуть Не смогу Ну мы попозже В цифровом виде Хорошо Да Пришли Ну и понятное дело В группе ВКонтакте Так чтобы люди смогли Уверить Оценить И сказать свои слова Надеюсь Добрые Сколько клипов у вас вообще У нас на данный момент Получается Три Официальных И есть Один неофициальный На песню Помнишь Нас учили быть птицами Что значит неофициальный Ну он такой Он у нас Не ротировался Скажем так нигде Не выходил нигде В большое плавание То есть нет В моем понимании Неофициальный Тот который Ну это концертное видео Кто-то снял Сделал Нет нет Там очень старался Это Женька Сабельфельд Нам снимал А Женька Да И он очень старался Но это концертное видео Как таковой видеоклип У нас вот Без поцелуев На далеко Высоко И на мир Вот сейчас вот готов Вот такие три клипа пока Будем работать Смотри Кипо де Тору Тот который писался Димочка Да Я Диму спрашивал Что его заставляет ходить Ну На все концерты Он отвечает Тоже на смс портале 4647 Свои пробел Дальше сообщение Хожу на ключевую Потому Что это мои друзья Потому что Хорошего вина Много не бывает Потому что Благодарен Ребятам За далеко Высоко Потому что Они не остались В стороне Три с половиной Года назад И хожу на их концерты Со своей женой И друзьями Спасибо Ценим Дима Спасибо тебе Дорогой Приходи к нам Для тебя отношения Очень важная штука Да Добрые человеческие Да Где-то к сожалению Почему к сожалению Тяжело расстаюсь Очень с людьми Которые причинили Некие Ну нанесли Скажем так Небольшие раны Так мягко скажем Тяжело расстаюсь С людьми Ну а как ты относишься К такому постулату Что друзей Много быть не может Просто потому что Дружба это Интимное понятие Абсолютно точно Абсолютно точно У меня немного друзей То есть получается Что у тебя много приятелей Приятелей много И добрых отношений Очень много И добрых отношений И добрых людей Вокруг очень много Да Ну и есть Обратная сторона Луны Есть Абсолютно Есть те кого ты терпеть не можешь Нет Я то нет Вот я и думаю Я то нет По моему не способен на это Я где-то Пол человек Пол собака Я всех люблю А Да 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 Тут я думаю ты ерзаешь Это хвостом виляешь Абсолютно точно По дебальскому 46 46 47 Короткий номер для смс К своей пробел А дальше естественно Все что хотели бы Сказать в адрес коллектива Так О Денис Шишлов пишет Вопрос У Ксении Федоловой Паспорта музыкантов В сейфе А за кем последнее слово У вас Ну это шутка Кто решает в группе Да мы как-то вместе Все решаем Мы стараемся У нас есть общий чат Общий чат у нас Все решает Тематический Да общий чат Тематический Тематический Давайте петь дальше Потом мы сейчас договоримся По-моему Произведение письмо С альбома Ноты в воздух Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Ключевая Поехали С альбома Ты слышишь Мы плачем нам В небо заноза Теперь мы Напополам Ты стихия и опроза Наш зритель Идет домой Разучивать танцы Я буду Всегда с тобой Протуберанцем И этот Большой полет Начнется с дуэли И списан Шестой блокнот Дожди не успели Смыть строки С твоей слезой В листы Акварели Твой голос Всегда со мной И наши сны Параллели Мой город Спит с твоей Звездой Дождями Плачет над тобой За позаброшенной весной Я вижу Только темную ночь Разлили Мои слова Глубокое море Глубокое море Ты знаешь Мои глаза Как песни в миноре Я ими Всю ночь блестел Глотал огонь Раз от раза Я даже Опять запел В районе рваного джаза На сердце Начерчен круг И фары страшной погони Направо Налево Друг Моя рука В три латони Я ключ От всех Твоих Замков В твоих Глазах Мои дети Экватор Моих стихов И мы Одни На планете Мой город Свет С твоей Свистой Дождями Плачет Над тобой За Позаброшенной Весной Я вижу Только темную Ночь Ночь Мой город Спеет С твоей Свистой Дождями Плачет Над тобой За Позаброшенной Весной Я вижу Только темную Ночь Ночь Дождями Дождями ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕМНУЮ НОЧЬ Совершенно убийственная песня, конечно. Совершенно убийственная. Это, ну, знаешь, сродни тому, что можно назвать эпохальным. Есть группы, у которых некий набор известных, хитовых, любимых на роде песен. Есть группа, которая в свое время написала одну песню. Ее все поют, и никто даже название группы не вспоминает. Ну, просто потому что она у них одна. А есть группа Ключевая, у которой огромное количество очень ярких, интересных произведений, и среди них есть Ночь темная. Вот такая неожиданная. Да, письмо. Нет, я имею в виду Ночь как глубина. Как таковая. Как таковая, да. Это одна из наших любимых песен. Да. Вот я сейчас подумал о том, что она одна из моих любимых тоже песен, только у меня в ротации ее почему-то нет. Ух, да. Она длинная. Странная. Что значит, она длинная? Зато у меня и припевы есть. Это не я говорю. Слушайте, сегодня замечательный эфир. Я хочу сказать, вот замечательный наш коллега через стекло со мной сидит, переговаривается с жестами просто. Бронемир. Бронемир, что ли? Очень отрадно видеть коллегу по цеху. Он и наш коллега, он программу ведет. Я знаю, я слушаю. Цвета пустыни forever. Всех коллега теперь он. Он со всеми, понимаешь, уже на короткой ноге. Даже с аэропортами российскими. На короткой ноге. Очень, так сказать, плотно он с аэропортами дрожит в России. Значит, здесь вот-вот-вот. Ну, вы не видите того, что сейчас происходит, но мы наблюдаем. У нас, да, у нас театр. Театр одного актера. Очень любопытное сообщение, я прочитаю, не могу не прочитать. Кому тут писать, чтобы сдаться в вечное рабство ключевое? Я влюблена без памяти. Демидову Максим. Рина Титова написал. Ну, ему есть о ком заботиться, мне кажется, уже. Сынуля. Круто, соло, круто, слова сильно. Ну, тут сквозные мурашки, пишет Илья Тиняков. Ну, спасибо, Илюх. Мурашки, слезы и все, слова кончились. Андрей Архипов пишет. Ну, и так далее. Андрюша, поко. Мужиков пробивает, ты посмотри. А вот Анатолий Михайлович писал, одна из моих любимых песен, не только из творчества группы, вообще из всех песен. Когда я ее впервые услышал, всем друзьям ее рассылал и в плейлисте телефона до сих пор она хранится. Это еще с эфира на прошлой радиостанции. Максим Зверев, у ключевое, что не песня, то хит. Песня Шукшинка занимает почетное место в моем плейлисте. Сейчас, думаю, что бы взять еще? Спасибо, ребята. Спасибо, спасибо, Макс. Ну, что-нибудь, может быть, возьмешь. Возьмем, да. Добавим. Давай мы с тобой сейчас прямо договоримся, что недостаток вы мне компенсируете, пришлете песен. Конечно, да. Семен, мы всегда готовы. Мы как пионеры в этом вопросе. В Вавовском, да. Да, да, да. То, что есть сейчас, я сейчас дополняю, добиваю базу, довожу ее до более такого обширного, скажем так, звучания. Поэтому хотелось бы ее тоже иметь в ротации. Спасибо. Бронемиру здоровья. Вчера концерт отменили, пишет Юлиусова. Ну, да, не спал почти неделю, Бронемир, занимался делами. Вот тебе и, пожалуйста, сочетание музыки и работа на радио. Он пришел сегодня более-менее бодренький после того, как брякнулся в аэропорту. Реально брякнулся. Мы перепугались, когда узнали об этом. Вот, и сказал, что я не понимаю, как вы работаете в таком режиме. Ничего, дорогой мой, привыкай. Это радио, дорогой мой. 4647 – это короткий номер для СМС. Кваших сначала свои, пробел, а дальше уже все, что... Вот, например, человек без подписи, правда. А что сложнее, играть перед пустым залом или перед жующим и невнимательным? Перед жующим и невнимательным в данном случае для группы «Ключевая» тяжелее всего играть. Но как сказать? И под это у нас есть определенные инструменты, под это есть определенные рычаги. Стараемся, выкручиваемся. Слава богу, мы друзья в жизни. Это нам очень помогает играть перед любым залом. Перед наполненным, перед пустым. Все в порядке, ребята. Тут главное не расплескать и донести. Это самое главное. Если это получается, то... А скажи мне тогда вот что. Ну, знакомы мы достаточно давно уже. И, в общем, что там скрывать... Симпатизируем друг другу. По-человечески. Да, без всяких. По-человечески, по-мужски. Ничего не подумайте только. А то это у вас ролевые чаты. Мы как-то в чатах не... Не-не-не-не-не-не-не. У нас тематические. Ну, тематические, да. Сколько тебя знаю, я никогда не видел тебя в дурном расположении. Я никогда не видел тебя злым. Ну, или там, может быть, чем-то взбешенным. Я никогда не видел тебя дергающимся. Ну, не потому что, может быть, нервничаешь перед выступлением. Потому что кто-то тебя разозлил, тебе охота дать в дыню кому-то. Ну, бывает. Ты вообще... Бывает? А я видел. Нет, нет. Я имею в виду, бывает, но не так. Не на людях. То есть на людях никогда ты так себя не проявляешь? Да нет, конечно. Ну, упаси Боже. Не, ну, мало ли. А вдруг прямо... Ну, не знаю. Давай сейчас пофантазируем. Прямо перед выходом на сцену какого-нибудь большого, мощного фестиваля. Такие были моменты, да, раньше. Смотри. А все-таки был. У меня щербины на гитарах предыдущих остались. Раны на гитарах. Да, да, раны там. Ты гитарой дрался, что ли? У меня был такой случай. Вот по поводу жующего зала. Я играл концерт в АГИ в Москве. Там кушали. Кушали очень громко. Это были времена, когда я был очень эмоционально настроен на любое выступление и употреблял перед этим, собственно говоря, пару рюмок. Эти пары рюмок учредили со мной один раз очень жуткую вещь. Я снял с себя гитару и кинул ее в зал. Ну, просто между ними, между столами. Она упала, все замолчали, я ушел со сцены. Потом, значит, слава богу, гитара осталась цела. Да, и после этого я пересмотрел некоторые моменты, скажем так. И больше не пил. Вернулся. Ты понял, что надо три рюмки? Ну, нет. Так, чтобы попасть в кого-нибудь уже точно, надо три рюмки все-таки. Двух оказалось мало. Это было, слава богу, достаточно давно. Там я все, ну, там мне удалось мысленно вернуться в свой театр, в свой подвальчик и там покопаться в своей памяти и вспомнить, что так не гоже, собственно говоря. Но это было достаточно давно, я так понимаю. Ну, это было давно, да. Это было где-то 10 лет назад. Ну, вот. Это достаточно давно, потому что с тех пор ты, как мне кажется, сильно изменился. Может быть, 8. Сильно изменился. А что тебя так изменило в сторону смягчения? Меня изменили люди, наверное, вокруг, которые появились у меня сейчас. Люди очень... То есть я очень долго был в поиске людей. Честно говоря, испытывал даже некие моменты одиночества. Такого настоящего рок-н-ролльного. Такого с улетом туда в себя так, что там до самого дна самокопания. И, собственно говоря, где-то даже самоуничтожение. Это тоже мы проходили. Слава богу, появились друзья. Да, и слава богу, есть друзья. И у друзей есть шпаги. Ну, собственно говоря, вот как-то благодаря друзьям, благодаря любимой женщине как-то удалось... Наконец-то он это сказал. Благодаря родителям. Любимую женщину вспомнил. Благодаря родителям. Ну, и родителей тоже. Понятно, что родители нам помогают сильно. И близким людям. Скажи мне, что любимая женщина наставляет на путь истинный. Просто своим присутствием хотим. Абсолютно точно. То есть бесспорно. Конечно. Более того, еще своим пониманием, своей уверенностью. Да. Своей любовью. Да. Она же помогает. Раньше я этого, может быть, где-то недопонимал. Сейчас понимаю полностью. Это я сейчас тебя тоже подвожу к мысли, что надо признаться и в любви, может быть. Оксаночка, я люблю тебя. Вот молодец какой. Вот какой молодец. Петь надо. Да. Поем. Это тоже не чужая песня. И слава богу, благодаря вам, я помню, как я шел по улице, и мне звонит Даня Калигаев и говорит, включай, включай. Они ее поставили в ротацию. Даня Калигаев, он такой. Эль Синор. Они ее поставили в ротацию. Ну что, я думаю, сейчас народ всплеснется. Как всегда, живой звук в программе, живая. В программе живая. Группа ключевые. Да, в программе живые, группа ключевая. Поехали. Время есть и силы на подзарядке. Мы до счастья так становимся падки. А я давно обитатель колоний, где за шторой отлетает полоний. Я давно обитатель колоний, где за шторой отлетает полоний. В Аль Синоре мне довольно прохладно, если солнце здесь восходит, то жадно. Там глаза открывает Иуда, и в постели закипает Гератруда. Там глаза открывает Иуда, и в постели закипает Гератруда. Смерти нет, ты можешь не волноваться. Теперь за жизнью сам попробую угнаться. Я остаюсь с фонологом в народе. Розенкранс и Гильденстерн уходят. Шабота! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошие песни сегодня звучат в эфире. Спасибо огромное ребятам. Помогают мне выздоравливать. Дорожайшей рукой написал Бронемир Паршиков. Ну, заряжают его они позитивом, хорошо. Это подсказывает, потому что время от времени нужно отдыхать. Чувствовать тогда себя будешь немножко лучше. Да, Санечка, отдыха тебе. Братцы, вот какая штука-то. Время у нас незаметненько пролетает. За хорошие и интересные беседы с хорошей музыкой всегда так. Получается, что времени не замечаешь. А вот мне интересно, был ли когда-нибудь момент в творчестве? Ну, когда, скажем, концерт, ну, обычно концерт двухчасовой, да, я так полагаю? Ну, где-то, да. Два-два с половиной. Это плотная программа. Я знаю, что и акустика, и электричество в одной программе могут быть. А были какие-то моменты, когда ты понимаешь, у тебя еще час впереди работы, ну, час концерта, а тебе уже хочется встать и уйти? То ли зал такой неподъемный, то ли организаторы что-то там учудили перед концертом, то ли город неприветливый, уж не знаю, ну, были такие случаи? Ну, как-то нет, я не припомню такого момента, к сожалению, да, наверное, где-то. Так было бы про что рассказать. Но, наверное, момент включения, вот то, про что я говорил выше, да, он, наверное, как-то не позволяет нарушить баланс в группе перед ответственными какими-то мероприятиями. А любой концерт в группе всегда воспринимается как, ну, это свято, концерт. К нему надо подходить, к нему надо готовиться, нельзя. Ну, мы, к сожалению и к счастью, мы не лабухи в таком понимании слова, что мы вот сейчас что-то возьмем, сейчас что-то где-то поедем, ой, да там что-то мало платит, ой, да мы все равно сыграем, но давайте тогда меньше. Вот у нас вообще таких разговоров не бывает. Если мы едем, если мы играем, то мы играем, если, да, мы живем там на сцене, если не едем, то мы не едем, мы, честно, не едем просто в такие моменты. Слава богу, есть Юра Иванов, который очень так четко, и Оксана, они отслеживают моменты, где приглашают поесть сосисок просто, понимаете, а не поиграть. Ну, то есть там, да, потусить, это, ну, к сожалению и к счастью где-то, к сожалению для тех, кто приглашает, мы уже не ездим на такие мероприятия. Ну, то есть как-то... Возраст, что ли? Нет, ни в коем случае, отношение к делу, отношение к делу. Я понимаю, Макс, ну что ты. Ну, да, да. Я шучу, а часто ли вы действительно встречаетесь вместе, помимо репетиций, там, помимо концертов, чтобы, правда, сосиск поесть, шашлычков? Да, 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 бывает, бывает, да. Майские грядут, я всех приглашаю. Макс часто у меня ночует, мы очень часто ездим к Юре, вот мы недавно открыли сезон, пожарили шашлычков вместе всей группой. Уже? Да, да, да. Так прохладно было. Было очень холодно, но у нас согревало просто общение, и как-то какие-то куртки мы накинули. А вообще на холоде хорошо, шашлык очень быстро остывает. Его снял из мангала буквально три минуты, и он свежий, и уже не ошпаривает. Да, да, да. Поговорим еще о идее. Так, 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 да. Что-то мы отвлеклись. Только все, понимаете, забыли. Катри Т пишет вот что. Вдохновляют своим творчеством и проникновенными разговорами на совершенно другое творчество, воистину живые. Спасибо за новое чудесное знакомство, и кто-то знакомится с вами впервые. Ура, мы тоже знакомимся с вами. Аня Хаэн, ну так зовется человек, спасибо группе Ключевая за сегодняшний концерт. Песни любимые и незнакомые. О, очень хорошо, замечательно. Кто-то для себя открыл какие-то новые ваши песни. А еще впереди совершенно новая песня. Да, есть. Абсолютно незнакомая. Даже поклонникам, я так понимаю, незнакомая. Сегодня будет премьера из премьер. Написанная недавно. И мне помогают выздоравливать. Привет свои, пишет Павел Пиковский. О, Пашка, привет, дорогой. Так а что ты, Пашенька, приболел, что ли? Что? Заболели? Полечитесь. Паш, ты-то чего болеешь? Ну, этот, который... Где он там? Морда его наглая. Который Паршиков. Ну, да, он там заработался. Неделю почти не спал. Хотел полететь на концерт в Архангельск и не смог. Вон он он. Да, рухнул в аэропорту. Это теперь мем у нас будет. Просто на посадке, перед регистрацией рухнул. И все. И потерял, так сказать, контроль над собой. При том, что не пьет человек. Просто от усталости, что называется. Концерт отменили, но на осень перенесут теперь концерт. Народ его там будет ждать. А Пашенька, дорогой мой, а ты-то чего? Заболел, да. Пишет он. Заболел, да. Со смайликом. О, выздоровление, Паш. О, выздоровление тебе. Что-то мне это вот не... Не знаю, чем заболел-то. Надо сейчас вот это спросить. Голос послушать в трубке. Чем болеет-то. Да, у Пиковского он есть. Да, ого. И какой. И какой голос. И какой. А вот ему пришлось Питер отменять, пишет он. Ну, что делать? Серьезненько. Пора такая сейчас нездоровья. А витаминоз? А витаминоз, да. Это правда. Давайте дальше петь, потому что грипп он пишет. Грипп. А что ты... Он пишет, заболел, да. Следующее сообщение. Мне пришлось Питер отменить. Следующее. Грипп. Напишу уже в одном сообщении. Чего ты? Стоп. Пиарится. Молодец. Знает, как работает. Ты дергаешь стену. Произведение «Хрупкое счастье», которое тоже совершенно, в принципе, новая песня. Но на предыдущей программе мы уже ее исполняли. Поэтому она многим полюбилась, слава богу. Вот мы ее решили сегодня вам исполнить. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня ключевая. Поехали. Все, что во мне, мелкая дрожь. И облаков очертания размыты. Тонкая грань, кончится дождь. Ветви оливы вновь миру открыты. Прямо у ног падает ночь. И начинается новое время. Там, где ты есть, словно точь-в-точь. Что отражали, о чем мы все пели. И ты, что я зову. Мое такое хрупкое счастье. Летая наяву, такая радость быть в твоей власти. Останься же со мной. И пусть здесь не кончается небо. Жить для нее. Пасть за любовь. Это все то, о чем лучше. Книги «Озеро глаз». Тонкая бровь. Это дры, что под сердцем открыто будут светить. Ночью и днем. И маяком мне в плохую погоду. Солнце вплетет золото нить. Пусть все глотают, огоним и пьем воду. Воду. Пусть все глотает, огонь и пьем воду. Ведь я с тобой такой, какой не был. Я так тебя люблю. Теперь здесь не кончается небо. Здесь не кончается небо. Моё такое хрупкое счастье. Весеннее. Обожаю наблюдать со стороны, понятное дело, на то, за тем, как музыканты творят. Могу сказать, что в группе «Ключевая» удивительно разнополюсные, что ли, настроения внутри. Ну или не настроения, а умение передавать эмоции. Ритм-секция сосредоточенная. Что барабан, что бас-гитара. Куда болтаться. Куда как-то так, да. И Юра, и Макс так это внутри, сами в себе. Макс, понятное дело, Аншков, он поёт, он дарит, он отдаёт. И поэтому с закрытыми глазами. Кстати, эта манера меня всегда удивляла. Как-то можешь не промахиваться мимо микрофона. С закрытыми глазами. По запаху. Меня Дебальский привязывает. На короткой цепочке. Тем не менее, да. Мася, фу. И Григорий Завальный, он как бы дарит. Вот он, такое ощущение, что он играет на гитаре, и всякий раз говорит, а иди сюда, а иди, давай, я тебе покажу, как надо. Вот такой у него в глазах какой-то огонёк удивительный. Он как бы показывает, смотри, как всё просто. Смотри, вот смотри, опа-на, опа-на, опа-на. Я ещё, да, по группе «Возвращение», когда мы ходили на концерты к ребятам, мы тогда и замечали, как Григорий существует особенно на сцене. Особенно. Ну, что, с приобретением вас? Да, спасибо большое. Спасибо, мы очень рады. Чего сказать-то, значит, вот тут смс-очки кое-какие я почитаю. Добрый вечер, скажите, пожалуйста, а не играл ли бас-гитарист в группе «Кантикум»? Играл. Очень знакомое лицо, пишет человек. И скажите, пожалуйста, почему эту группу, они ничего не слышно, мы её очень любим. Об этой группе ничего не слышно. Ну, это достаточно давно было, но группа существует, и, в принципе, есть у них в «Контакте» группа. У них, то есть ты уже не играешь? Я не играю, да-да. Я понял. Ну, то есть группа жива? Да, и всё у них неплохо. Всё у них в порядке. «Кантикум», да? «Кантикум» всё-таки, да, «Кантикум». Я просто не знаю эту группу. Я дам послушать обязательно. Надо ознакомиться тогда. Интересная группа очень. Надо ознакомиться. Значит, Виктор Испушкин пишет вот что. «Макс, по-моему, с 2004 по 2008. Она любила меня, я был готов ко всему». Да, да, Витя, правильно, правильно. И пишет он дальше. «Побалуйте, старика, ноты в воздух». О, нет. Витя, приходи на концерты, сыграем. А здесь у нас программа сегодня немножечко другая, и тем более мы к финалу уже идём. К финалу. Две песни максимум устаёшься. Но мы тебе обязательно, ноты в воздух на концерте сына. Мы сами её любим. Расскажите тогда, ребятки, о ближайших концертах. Ещё раз давайте напомним, когда люди... Давайте так, да, напомним. Источных концертов. 14 мая я один под акустику появлюсь на Дерфесте. Это мероприятие посвящено памяти Вени Деркина. Это Дерфест. Такие есть замечательные люди, которые его делают. Я, кстати, пользуясь случаем, можно быстро передам привет Диме Лекаю и поздравлю его с днём рождения сына. У него сегодня, у Лёшки, у сына день рождения. Ребята, я вас поздравляю. Это Диму и Иришку родителей. Макс, а ты хотел тоже быстро, давай. А я про концерты вспомню. Наконец, тоже быстро скажу. У меня сегодня у любимого крестника, Ивана Николаевича. Первый юбилей, пять лет. Я хочу ему сказать, что очень люблю. Поздравляю. Ура! Поздравляем, дорогие друзья. Иван Николаевич, привет. Больше. То есть, крестник, ты крестный папа? Да. Не всё же пингвины-то одни. Ну, так я вот теперь понимаю, что ты гораздо более широко масштабно мыслящий человек. Стараюсь. Значит. Да, крестник есть. Так, 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 так. 22 мая будет концерт у меня в Джойс Баре на презентации книги Вениамина Борисова. Это поэт замечательный. То есть, опять ты один с акустикой? Один с акустикой. Дальше вот у нас уточняется дата Брянска. Она будет в ключевой, озвучена в ключевой группе ВКонтакте. Вот где-то в этих числах. В мае мы там должны появиться. В конце. С сольным концертом в Брянске. Так что, ребята, Брянские... Следите за рекламой, следите за группой ВКонтакте. И, соответственно, 24-го числа Ледовый дворец Череповец «Время колокольчиков» посвящено дню рождения великого русского поэта Александра Башлачева. 25-го благотворительный концерт у меня под гитару в музее Башлачева. 26-го в музее Башлачева тоже концерт совместно с Лёшкой Бдовиным, группа «Недра». Дальше у нас должен был быть Петербург. Он перенёсся, скорее всего, на осень. Не знаю, уточняем. И 4-го июня, пока заявлены, мы в Гоголе. Вот тоже смотрим там. Опять-таки в ключевой группе ВКонтакте. 4-е июня «Гоголь». Открытая площадка клуба. Хорошая афиша у вас. Ну, есть, да, там немножко. Надо петь дальше. Так, поехали. Это будет пиратское произведение, посвящённое всем пиратам и пираткам «Алмазы изумруды». Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня ключевая. Поехали. Луна в гостях на моём корабле. Я капитан с атаканом в руке. Моя команда на носу на корме. Рисует метку. Куда завёл неисправный компас? Куда свисел янтарный мой глаз? И что там кауф уже пишет про нас? Скажи, разведка. За алмазы, за изумруды. И на сладостный плен. За золото груды. И за поцелуи сирен. Судья, сверни свой нескончаемый тайм. Мы бросим пить, когда почувствуем лайм. Хотя бы рукой прикоснуться к земле. Откройте клетку. Куда завёл неисправный компас? Куда светил единственный глаз? Что там кауф уже пишет про нас? Вернись, разведка. За алмазы, за изумруды. И на сладостный плен. За золото груды. И за поцелуи. За алмазы, за изумруды. Вина, сладостный плен. За золото груды. И за поцелуи сирен. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Совсем у нас чуть-чуть времени осталось. Вот одна песня и всё. И пойдёте вы заниматься уже своими делами. Теперь без нас как-то, к сожалению. Но куда деваться? Время, оно протекает очень быстро. Я об этом говорю неоднократно. Просто хорошая компания. И хорошее терпкое, настоявшееся вино. Группа ключевая в данном случае. Они делают своё дело, конечно, очень лихо. Вот что. Ну, всякий раз говорю вам спасибо. Просто потому, что вы есть. И потому, что вы творите. Не останавливаетесь. Спасибо вам за то, что вы делаете. Спасибо за то счастье. Я сейчас, как в XIX веке. За то великое счастье, которое вы дарите нам. И аудитории своего радио. Да и, собственно, вашим поклонникам. Они наверняка с этим счастьем живут, периодически обращая свои взоры на ваши новые произведения. Благодарим. Это я сейчас вывожу тебя на реплику о том, что вот сейчас-то и будет новая песня. Абсолютно премьерная. Ту, которую, вероятно, не слышали даже ещё и поклонники ваши. Да. Да, да, да. А длинная она по хронометражу сколько? Минуты три. Отлично. Тогда у нас ещё есть несколько мгновений для того, чтобы расшаркаться и сообщить кое-какие важные вещи. Мало того, что... Ты упомянул фестивали какие-то, да? На которых вы будете. Мало того, что группа востребована и зовут её. Мало того, что любят песни и люди признаются в том, что моя любовь к этой группе началась вот от этой песни. А моё первое знакомство вот с этой песней. И с тех пор люблю-люблю-люблю. Это говорит о том, что вы попадаете в самое сердце тем людям, которые вас услышали. А мне бы сегодня как раз хотелось, чтобы вас услышало как можно больше нормального народа. Не танкистского такого, да? Да, да, да. А нормального, человеческого. Того, на которое мы, собственно, рассчитываем и той аудитории, на которую мы работаем. В качестве анонса хочу сообщить, что завтра в программе «Живые» группа Синегдыха «Монтак». Это... Ну, как это объяснить бы? Это невероятная музыка. Это нечто совершенно необычное. И тем людям, которые любят рок-н-ролл, ну, вот в чистом виде рок-н-ролл, я, наверное, порекомендую две чашки чая с ромашкой на этот период времени и отдыхать. А тем, кто всё-таки интересуется чем-то новым и необычным, прямая дорога в живых именно завтра. Потому что описать эту музыку практически невозможно. Она совершенно иная. Она вот другая. Ну, это я сейчас сообщаю тем, кто, может быть, заинтересуется и завтра включится, как всегда, в восемь вечером. Ну, а как называется то произведение, что прозвучит сейчас? «Надежда». Какое красивое название для песни. И самое главное, что это новая песня, абсолютно премьерная. И ею вы сегодня закончите свою музыкальную программу. Группа «Ключевая». Всем до завтра. Спасибо вам, дорогие друзья. Спасибо всем. Будьте здоровы. Пока. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Погнали! Все, кто понимают, как надо И просто ждут тебя К сердцу подвели эстакаду Просто ждут дождя Мы теперь оставим в награду Солнце и луну за оградой Если только это вам надо Оставь надежду Всяк входящий И уходящий Далеко Оставь надежду Всяк входящий Оставь надежду И тепло Солотом твоей перекрестки В прямую вытекли Разлетелись яркие блестки В ладони зрителю Все, что от тебя было надо Взгляд не отвести, когда надо И забыть про холод приклада Оставь надежду Всяк входящий И уходящий Далеко Оставь надежду Всяк входящий Оставь надежду И тепло Оставь надежду Оставь надежду И тепло Оставь надежду 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 Продолжение следует...